Микс Ньюс. Отличное, личное, личное утро. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Каждую пятницу на Радио Болтком. После девяти утра. Личное утро. Доброе утро всем-всем-всем, кто нас слушает. Сейчас в эфире Радио Болтком. Программа «Личное утро». Её веду сегодня я, Рита Трошкина, наш звукорежиссёр Евгений Копеин. Гостя у нас в студии. Очень интересно. Мы уже проанонсировали в предыдущий час, когда разговаривали с вами, беседовали. Это Елена Лурье. Она главный редактор журнала «360 градусов» и сайта «Е360 градусов» или «Е360». 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 Укороченный такой вариант названия. И сайты журналов совершенно замечательные. Только что вышел свежий номер журнала. Я даже не знала, когда мы договаривались с Еленой, она принесла этот журнал в студию. Покажи нам, пожалуйста, Лена. Те, кто нас смотрят на видео, им потом фотографии тоже разместим. Вышел новый журнал, его можно купить. А сайт, он постоянно выходит, и информация там меняется. Мы сегодня будем говорить с Еленой, ну, во-первых, это личное утро, Лена, да, твое, то есть ты можешь говорить о чем угодно. И будем говорить, конечно, о журнале, будем говорить о том, чем он заполнен, а заполнен он разными очень хорошими вещами. Вот мне очень нравится, когда я читаю твои странички в социальных сетях, вот постоянно красной нитью проходит такой момент, надо радоваться мелочам. Это твой принцип жизненный? Да, ну, во-первых, доброе утро. Да. Да, это мой принцип, и сейчас удивительное дело вот со всей этой историей чрезвычайной ситуации и карантина, это как-то обострилось, заострилось, и вообще очень чувствуется прелесть этих мелочей. И хочется на них обращать внимание и им радоваться. И, может, потому что посидели дома, поработали удаленно, поучились дистанционно, и вот когда выходишь, наконец-то, на цвет Божий, и так радует каждая мелочь. Может, еще это с весной связано. Ну, то есть то, чего раньше, может быть, не замечал, суета, суета, суета была. Мимо пробегал, не поднимая голову, весь задумчивый в своих проблемах, а сейчас, да, вот очень хочется, и, может быть, это только у меня, но хочется верить, что это у всех сейчас обостренное восприятие прекрасного мира. То есть это можно назвать положительным уроком карантина, изоляции? Да. Не только минусы, но и плюсы. Ну, давай про мелочи тогда сразу и начнем. Вот сегодняшнее утро. С каких приятных мелочей началось у тебя лично? Сегодняшнее утро, ну, солнце, я распахнула окно, я живу в частном доме, и у меня в сад выходит окно спальни, а там цветет сирень. И прекрасный аромат, и чашечка кофе, и вот так просто, но так хорошо. Так хорошо, и вроде ничего уже и не надо. Да? Да. Кстати, да, про окно, вопрос сразу, рядом, ты живешь рядом с Кишозером, я так понимаю, да? Да. Я на страничке тоже прочитала, и сколько там шагов у тебя от твоего дома до Кишозера? Ой, вот я сейчас не отписала тогда, потому что считала. Три тысячи, да, вот уже забыла, шагомер посчитал. Но удивительное дело, пока вот я работала удаленно из дома, и был этот карантин, и муж работал удаленно, и я это Кишозера, у которого живу уже 12 или 14 лет, и знала только, ну, что оно там есть, и сходила вокруг все, и это такая прелесть. То есть раньше не ходила, серьезно? Ну, нет, ну, была в межопарке, безусловно, как все, где это пристань, где там все цивилизовано, но его прелесть оказалась вот в каких-то диких уголочках, с лебедями, с гнездами уток, облепиха там растет, ну, вообще прелесть такая. А то, что там сейчас мало людей, это плюс или минус? Ну, мне казалось плюс, потому что все-таки мне не хотелось в какие-то места ходить, где много народу, и можно по-разному относиться, как сейчас говорят, это религия, коронавирус, можно в него верить, можно в него не верить, да, но все-таки не хотелось быть там, где скопление людей, однозначно не хотелось в магазины, как-то вот приоритеты поменялись. То есть, в принципе, мы начинаем понимать очень важную вещь, что все внутри. Да, все внутри. Можно сказать, что то, что снаружи, подстраивается к тому, что внутри, или наоборот? Вот тут недавно дискутировали. Вот не знаю, надо подумать, потому что… Притягивается? Притягивается. Ну, наверное, если у тебя внутри определенный настрой, ты и внешне ищешь ему какое-то созвучное место, созвучное какое-то настроение, да? Какие-то люди притягиваются. Ну, конечно, бывают ситуации, когда по работе ты вынужден быть где-то, где тебе некомфортно, нет гармонии, но если у тебя есть воля идти, куда ты хочешь, и быть там, где тебе приятно, то из внутреннего вытекает внешнее. Ну, мне так кажется. Наша программа «Личное утро» предназначена для того, чтобы знакомить вас с интересными людьми и с каким-то своим взглядом на жизнь. Они делятся с нами своими взглядами на жизнь, они делятся тем, что их волнует, им нравится. Телефоны прямого эфира 672-12-939, 672-13-939. Вы можете позвонить сегодня с нами в «Личном утре» Елена Лурье. Она главный редактор журнала «360 градусов». И, Лен, давай вот, может, пару слов о себе расскажешь. Ты же журналист, и многие тебя знают. Мы просто вот тем, кто сейчас к нам присоединился, хотим напомнить. Ну, да, конечно, я главный редактор и журналист. И начинала я больше 20 лет назад. Пришла в журналистику и работала в газете «Бизнес и балцы». Это была первая деловая газета на постсоветском пространстве и в Латвии. И очень такая интересная. И никто её не превзошёл. В общем-то, да. Она по объективным причинам сошла на нет. Но мои какие-то 7 лет прекрасных были там, где я получила замечательную школу, я считаю, которая всегда со мной, и везде я её использую, в других изданиях, где я работала. Там я работала в отделе приложений и занималась тематическими страницами о туризме, которые выходили каждую пятницу. И делала такой журнальчик, была его редактором, который назывался «Робинзон». Ну, судя по названию, тоже понятно, что он о туризме, о путешествиях. Тогда это так всё зарождалось, тогда это было всё очень интересно. Мир был большой и для латвийского туриста такой… Приоткрывался только. Приоткрывался только неизвестный где-то, да. И было очень интересно в этом работать. Вот это было моё начало. Потом я работала главным редактором журнала «Счастливые люди». Был такой интересный журнал, какой-то где-то три года. И потом в моей жизни возник 360 градусов. Судя по его названию, это возможность обернуться вокруг своей оси, увидеть мир вокруг, испробовать его на вкус, на цвет, на запах. И это такой вот интересный концепт. Обо всём хорошем. Да, обо всём интересном, активному взрослому человеку. Ну, так я вижу его концепцию. Ну, вот и у тебя тоже на страничках твоих личных постоянно мелькает вот эта фраза. Всё будет хорошо, иначе быть не может. Это я цитирую. Поэтому в нашем свежем журнале «360 градусов» мы говорим о путешествиях. Ведь мечтать, строить планы, готовиться, предвкушать нам никто не запрещает. То есть и сейчас, когда мы никуда поехать фактически ещё не можем, мы можем мечтать и планировать. Ну, во-первых, мы уже можем. Уже можем. Мы уже можем поехать в Эстонию и в Литву. И это две замечательные страны, которые редко кто воспринимает как за границу, но тем не менее они очень интересные. И можем путешествовать по Латвии. Вот давай посмотрим, может быть, журнал, пролистаем. Там обязательно есть на эту тему что-то? Да, безусловно, да. И так хочу сделать такую маленькую преамбулу, сказать, что когда мы задумывали этот журнал, не пахло ещё ни карантином, ни чрезвычайной ситуацией, и мы хотели в нём поговорить о путешествиях с детьми. Сделать на этом акцент. Путешествия с детьми разного возраста, с малышами, с подростками, с молодёжью. Это такие ребята с 16-18 лет, возможно. И поэтому очень много именно путешествий, которые будут интересны всей семье. Если говорить о путешествии по Латвии, то, что доступно хоть завтра, это у нас замечательный материал экстрим латвийского разлива. Ну, поскольку у нас страна небольшая, экстрим такой маленький, но тем не менее интересный. Это целый маршрут по Курзаме, который очень интересно составлен, интересно будет и маленьким, и взрослым. То есть это проверено лично? И проверено лично, безусловно. Вообще всё, что мы пишем в журнале, проверено лично. Авторами мы не пишем такого чего-то неизвестного, из чужих слов или по материалам интернета. То есть всё проверено лично. Так что вот этот маршрут, который ведёт в Сабиле, Зведру Цеппре, Абавасрумба, в Кулдагу, в пещеру Режупе, он вот очень интересно, легко проехать на машине. Сейчас нельзя на автобусе большой компании, а именно семьёй, получить удовольствие всем. А на сколько он рассчитан? Он рассчитан на один день. Если выехать рано утром, то вечером вернуться. И что там? Где там остановки интересные? Давайте подробнее. Значит, первая очень интересная остановка в городке Сабиле, где одна милая женщина прямо на улице, на шоссе, по которому вы мимо не проедете, вы по нему и едете из Риги, устроила целое поселение кукол в натуральную человеческую величину. Она сама их шьёт из ткани, одевает в одежду, которую носим мы, в детскую, взрослую. И там у неё есть самые разные представители разных профессий, и воспитатель с детским садом, с группой, и музыканты, и полицейские, и почтальоны, и врачи. Это всё очень забавно, обновляется. Абсолютно бесплатно это можно всё посмотреть. И если просто хочется поддержать рукодельницу, можно там в коробочку бросить пожертвования. Бесподобно инстраграммное место. Можно сделать замечательные фотографии, смешные и забавные. А сколько же она делает, каждую куклу, интересно? Она их обновляет после зимы, потому что снег, дождь, конечно, приходит многие очень в негод. Они стоят и зимой, но она не убирает тогда. Они стоят, но, к сожалению, к весне многие… Приходят негодно всё. Приходит их век к концу, назовём это так, да? И она их обновляет. Ну, такая фантазия, каждый год новый. Если вы это уже видели в прошлый год, всё равно в следующем будут другие. Потом дорога вас приведёт в местечко Педвалы, где замечательный такой парк современного искусства на большой живописной территории раскинулся. Можно по-разному относиться к современному искусству, но там весьма забавно. Потом Зведру Цепуры. Вот мы приходим к крутым виражам. Это родельная трасса, где покататься дети и взрослые могут. Это очень весело. Можно быстро, можно медленно, если вам страшно. Там есть лошадки, можно покататься. Ну и оттуда путь ведёт в природное джакузи Абово-Срумба. Это такой водопад на Абове, в речке, где, если уже лето, можно и залезть, и испытать природный гидромассаж. Это тоже очень забавно. Нам жару обещают в ближайшее время. Вот уже можно начинать. Купальники прихватить с собой, значит, надо. Потом мы в нашу латвийскую Венецию попадаем в Кулдегу, где и маленькие водопады есть, и самый наш знаменитый, самый широкий в Европе, Вентас Румба. Там прыгающая рыба. Она вот уже перестала прыгать, да, она прыгала в конце, ну, в апреле больше, да, вот уже, ну, может, какая-то одна рыбка специально для вас прыгнет, если да нет. Ну, рыба не учитывала, что все в изоляции. Но, кстати, сказать, что Кулдегский центр туристической информации в этом году поставил там живую веб-камеру, и на эту рыбу можно было смотреть из любой точки мира, не только Латвии. И я действительно посмотрела и видела, как она прыгала, было очень смешно, и об этом мы писали на нашем сайте. Ну, Кулдега вообще отличается. Кулдега чудесная. Затейники, они замечательно. К сожалению, в этом году нет праздников, которые они замечательно организуют, ярмарок, но, тем не менее, водопад на месте, замечательный музей на месте, и Режубские пещеры под Кулдегой тоже можно посетить, очень забавное место, пещеры рукотворные, но, тем не менее, тоже интересные. Вот такой разнообразный, получается, маршрут одного дня, который каждая семья может проехать без всяких турфирм и получить большое удовольствие. Лен, а что касается путешествий с детьми, с какого возраста вообще, вот как ты считаешь, можно брать? Вот этот вопрос, конечно, каждый родитель решает сам. Навязывать чье-то мнение, даже экспертов, нельзя. Но как раз в этом журнале мы опросили разных людей, которые путешествуют с детьми, они, причем мы не считали путешествием, если ты один раз ездил в Турцию, в отель «Все включено», а именно такие, которые ездят и по Латвии, и по Европе, и по Азии. Интересные маршруты. Да, и родители и двоих детей, и троих детей, и одного ребенка разного возраста. И вот одна наша героиня вообще утверждает, что ее дети путешествуют с трех месяцев и начали с Таиланда. И это все замечательно, легко и не страшно. Вот есть о ранних путешествиях такое мнение. Ну, наверное, надо думать о здоровье ребенка, безусловно, консультироваться с педиатром. Но то, что путешествовать с детьми надо, я считаю это однозначно. Ну, хорошо. А что дают путешествия? Какие плюсы дают родителям путешествия, например, с подростками? Да, они уже начинают отрываться в свою какую-то жизнь. Мне кажется, безусловно, надо начинать до того, как дети стали подростками. Ну, во-первых, это возможность пожить какой-то другой жизнью без ежедневной суеты и хлопот. Потому что путешествия – это про то, чего нет в ежедневной жизни. Почувствовать себя и ребенка, увидеть его в другой ситуации, и он увидит вас. Не мама и папа, которые постоянно заняты там обедом, уроками, работой, делай то, делай то, а вот совсем в другом мире. И это, на мой взгляд, еще возможность передать свое восприятие миру. Потому что, ну, зачем дети нам, в конце концов? Ну, чтобы сделать свое продолжение в какой-то степени, хотя бы свои философии, своего мировоззрения. И в путешествии как раз возможность показать, что любишь ты, и поделиться этим. И стать ближе, наверное. И стать ближе. А дети учат путешествия родителей тоже многому. Замечать мелочи, смотреть детскими, таким незамыленным взглядом на многие вещи, которые ты уже, может, мимо пробежишь, ты их сто раз видел, а нет. Ну, я вот заметила, вот лично я, и многие мне подтверждали такую вещь, что ребенок, даже самый маленький еще, да, после любого путешествия такого, ну, хотя бы несколько дней минимум, да, или больше, он резко взрослеет. То есть начинается, да. Скачок в развитии происходит определенно. Скачок в развитии происходит. Он начинает по-другому там думать, мыслить. И вот как-то даже это очень сильно заметно. Да, и показывать, что мир большой и разный, это очень важно, особенно нам, живущим в маленькой стране, мне кажется. Важно показать широту этого мира. А сколько вот у нас примерно маршрутов по Латвии может быть? Ой, по-моему, бесконечно много. Бесконечно много, да. Потому что сейчас я вот специально, как бы понимая, что этот сезон, наверное, не удастся уехать далеко, даже сама для себя составила список, куда надо съездить, куда хочется съездить. И сколько там пунктов? Ой, мне несколько странички. Я списала руками, вот честно. Это такой метод, да? Пишешь пункты, а потом вычеркиваешь. А потом вычеркиваешь. Мне тоже очень нравится. Я вообще такая системная, потому что я люблю составлять списки, планы, вычеркивать, разными еще цветами вычеркивать. Ну, в общем, это да, это есть. Елена Лурье, главный редактор журнала 360 градусов, сегодня с нами. Мы сейчас сделаем маленький перерыв на рекламу. Оставайтесь с нами, мы продолжим про путешествие. Мы продолжаем программу «Личное утро» на радио «Болтком». Напоминаю, что с нами сегодня Елена Лурье, главный редактор журнала 360 градусов, журнал о путешествиях и не только, об отношении к жизни и обо всем хорошем. И главная такая вот красная ниточка проходит. Радоваться мелочам. Как радоваться мелочам? А у меня сразу вопрос, Лена, к тебе. Если бы мы представим мир цветком в виде цветка, какой цветок это для тебя был бы? Пион. Пион, твой любимый, да? Да, потому что там много лепестков. И так же, как в мире много всего интересного, так и там много лепестков. И можно ими вот… И он красивый, и он такой… Весенний. …за своим настроением, и он весенний, он долго цветёт. Вот как-то так. Замечательно. Наверное, рискну предположить, что у тебя была любимая сказка в детстве – «Аленький цветочек». Нет? Ой, не знаю. Уже не помню, может быть. Или «Цветик-семицветик». Наверное, скорее «Цветик-семицветик». Да, да, да. Я его имела в виду. Современные дети, к сожалению, не все знают эту сказку, вот что меня удивило. Дорогие родители, вы, пожалуйста, не зевайте, не потеряйте эту возможность. Пока маленькие дети, да, «Цветик-семицветик» – прекрасная сказка. Найдите её и почитайте вместе с детьми. А мы продолжаем с Леной говорить о путешествиях по Латвии. Есть у тебя какие-то любимые самые путешествия, о которых ты вот конкретно можешь рассказать нам? Да, конечно. Потому что вот мне кажется, три таких группы очень интересных и подходящих самым разным людям и всем понравятся. Весной и летом – это, безусловно, цветущие поля и цветущие сады. Прямо сейчас, прямо завтра можно ехать смотреть рододендроны в Бабите, можно ехать смотреть тюльпаны в Рунделе. Или рапсовые поля. Рапсовые поля. Ну вот говорят, что это вредно туда лазить. Я прочитала недавно на латвистом сайте. Уже все залезли. Но уже я тоже залезла, каюсь, да. И можно смотреть сирень в Добиле. Это бесподобные вещи. Вот ближайшие две недели. И пусть там нет организованных праздников, но от этого цветёт не менее красиво. Потом подоспеют пионы, флоксы. И это вот всегда замечательно. Инстраграммно и ароматно и красиво. Вот подожди, про сирень в Добиле. Это конкретнее, может быть, скажем, где это и как туда ехать. Да, под Добиле находится питомник Упитеса. Очень знаменитое место, где самая большая коллекция разнообразной сиреней в Европе. Долгие годы коллекционер Упитес там выводил новые сорта и совершенствовал уже существующие. Если туда можно теперь приехать, вход, конечно, платный, потому что надо на что-то поддерживать всю эту красоту. И обычно они каждый май проводили красивые концерты классической музыки, но, увы, в этом году нет, но сирень замечательная. Замечательная, ароматная. Чтобы это место найти, надо просто в гугле написать Добиле сирень, и вам сразу покажут маршрут. Успейте, пожалуйста, это сделать, потому что этот период раз в году бывает, и он не так уж долго длится. Да, где-то две недели максимум. А также врундолы, да, тоже? Врундолы сейчас тюльпаны, в июне будут пионы, в июле розы. И это самый красивый регулярный сад в Латвии, и билеты сейчас стоят в сам сад, в парк символический, там Евро-2, и очень это красиво, и надо той доехать. Соблюдена вся безопасность, что ещё хорошо в этих садах. Расстояние можно соблюдать между другими посетителями даже больше двух метров, и спокойно гулять на свежем воздухе, и не бояться ни о чём. Главное не рвать цветы. Пусть они цветут и растут. Я хочу вот вклиниться и напомнить, что журнал «360 градусов» он только что вышел, мы свежий номер сейчас смотрим, листаем с Леной. Его можно купить везде, где продаются журналы и газеты, да, ищите этот журнал. А также есть сайт, который можно посмотреть бесплатно. Да, на нашем сайте, который в таком электронном журнале, где мы пишем актуальные информации о событиях и мероприятиях, е360.lv, есть переход «полистать журнал». Если на него нажать, то весь вот этот бумажный журнал откроется, его можно листать, читать, увеличивать абсолютно бесплатно, потому что не все сейчас, может, дойдут до киосков, но с телефона, с планшета, с компьютера можно его почитать абсолютно замечательно. Ну вот все идеи для путешествия вы там найдете. И вторая группа я прервала, да? И очень интересная сейчас еще такая все больше развивается Латвии группа гастрономического можно назвать туризма или путешествия с дегустациями. Прекрасно. У нас как раз в предыдущий час вот была эта тема гастрономическая. Чем себя побаловать? Чем вот в этом плане? И в Латвии так богато, не надо ехать в Италию, не надо ехать в Испанию. Нет, может быть, надо, но пока не обязательно. У нас есть и вкусный хлеб, и разнообразные сыры, и мармелад, и шоколад, и вина ягодные, плодовые, и пиво у энтузиастов, маленьких пивоварин. И столько всего вкусного, разнообразного, необычного. И где-то можно поучаствовать в изготовлении и тоже почувствовать себя производителем. Как найти эти интересные места? Как их посетить? Лично я делаю так. Захожу на сайт целютайс.лв и выбираю там лауку лабуми. И там по группам ну вот всё, что у нас есть. Ну вот всё. И мёд, и хлеб, и сыр, и конфетки. Лауку лабуми на сайте целютайс.лв. Ну вот меня заинтересовала карамельная мастерская в Илгаве, а также чесночный мир. Да. Это замечательный маршрут, очень близкий от Риги, что Илгаво очень близко. Да, и доехать туда на полдня даже можно. Чесночный мир абсолютно замечательная гостеприимная хозяйка, которая сама выращивает биологический чеснок. Вместе с мужем они вот стали, будучи какими-то инженерами в своё время и так далее, вот так поменяли жизнь. И из чеснока делают огромное разнообразие продуктов от конфет карамельных. И как они на вкус? Своеобразно. До различных интересных приправ абсолютно всё замечательно. Можно приехать, попробовать, купить и узнать много нового интересного о таком полезном и чисто латвийском продукте. Да, и очень полезный. Сейчас, особенно во времена всяких вирусов, да? Да. И запастись на следующую зиму, например, в баночках очень всё экологически чистое, без химикатов и выращенно, и изготовлено. Замечательный мир. Это конкретно тоже возле Елгавы, да? Да, возле Елгавы теплокупасолы, чесночный мир. А карамельная мастерская прямо в Елгове находится. И это тоже латвийское производство, очень интересное предприятие, очень гостеприимное, где можно самим сделать конфетки, посмотреть, как их руками делают мастера и купить. Причём, опять же, всё натуральные красители используются, никакой химии, консервантов. Забавная, начиная от малышей, кончая бабушками. Ещё очень такой необычный маршрут, и, наверное, всем будет интересно, взрослым людям, это винодельня. Попробовать Латвию на вкус можно и с этой точки зрения. С этой точки зрения, причём много разных вариантов. как я недавно узнала, от каких-то известных типа Абовы Вины, которые тоже принимают индивидуальных туристов, до маленьких виноделин, и, опять же, в Лаукулабуме они там все перечислены, в любом регионе Латвии они есть. И вы удивитесь, как это всё интересно у нас, и как это всё разнообразно. Да, это не будет виноград, но это будет всё-всё остальное, от ревеня до вишни. Виноградцев сабила тоже у нас растет. Да, но сейчас не сезон, это надо осенью, когда у них праздник винограда, это осень. А сейчас уже можно ехать и пробовать плодовые, и они прям очень, даже брют есть, такие интересные варианты, и все будете очень в восторге. Взрослые, конечно, совершеннолетние, путешественники. Ну, когда вот Балтур проходит в феврале, каждый год у нас выставка туристическая, там очень многие все эти хозяйства и винодельни, они привозят, можно попробовать, иногда можно так пройти по выставке, так напробоваться, что потом надо где-то посидеть. Закусить. Да, закусить тоже предлагают. Ну, мне кажется, в этом году особенно важно туда поехать и не только для собственного удовольствия, но и поддержать людей, которые делают что-то, не сложили руки, не прекращают совершенствоваться и производить, и именно наша поддержка местных туристов им в этом году нужна. Это же как-то даже приятно помогать людям, чтобы не увозить в Турцию свои деньги, а вот потратить их здесь и помочь кому-то. Чуть-чуть мы лучше будем жить от этого. Ну, вот, например, из мятного вино, есть вино из липового цвета с медом, есть вино сливовое, сливовое, как правильно сказать, из ревеня, из черной смородины, и есть вино из одуванчиков. Кто-то пробовал его? Да, я пробовала вино из одуванчиков. Я думала, что это только литературный такой приём, такое название, но, тем не менее, даже наш, вот, Кугренс, да, винодел, с маленькой абсолютно виноделью, но очень современной, очень чистенькой, очень технологичной, попробовал изготовить вино из одуванчиков. И мы его попробовали, оно такое, очень-очень, ну, забавное, попробовать в раз в жизни надо. Мы, я помню, что мы дарили в своё время, был юбилей Михаила Николаевича Задорнова, вот, когда он жив был, и он очень любил эту песню «Вино из одуванчиков», которую поёт его друг, господи, так, сейчас, актёр, выскочила у меня из головы, простите, сейчас вспомню, скажу, «Вино из одуванчиков». И мы ему подарили, нашли тоже, где-то в латвийской глубинке, там гонцов посылали, метр вина из одуванчиков, они очень интересные, такая длинная-длинная колба, узкая, да, и написано полметра, метр, вот есть, и туда налито это вино, мы его купили, подарили, он очень миялся. Ну, вот какие креативные у нас люди, и продукт интересный, и упаковка. Да, упаковка необычная, очень необычная. А, и ещё что, из путешествий по Латвии. И как бы третья группа, мне кажется, очень интересная, и такая даже сказочная, и волшебная, это путешествия по усадьбам и дворцам нашим, которых у нас, кроме там известного, может, у всех на устах, рундала, огромное количество, и многие в очень хорошем состоянии, живут своей новой, счастливой, отреставрированной жизнью, вокруг них прекрасные волшебные парки, и это ещё одно такое, очень интересное место, которое с неожиданной стороны, открывает Латвию. Ну вот у тебя фавориты, какие в этом плане? Я не все ещё посмотрела, которые я в список свой в этом году. А все нам невозможно посмотреть, там их очень много. Надо стремиться. Мне очень понравилась Унгур-Муйжа, это недалеко от Цессиса, абсолютно неожиданное место, мне очень понравилось, но я бы всегда любила Бириню-Пилс, и парк вокруг Бириню. Там история такая, у Бириню замка. А если покопаться, у каждого нашего очень интересная история, где перекрещивается история Российской империи, история Шведского королевства, история немецких баронов, и, как правило, это люди все очень непростые, с очень интересной судьбой, и такие весьма достойные. Есть крестоносцев. Есть и крестоносцы, есть и телехранители Шведского короля, есть вот Унгур-Муйжа, например, принадлежала члену Сената Российской империи. То есть вот такие люди жили у нас тут, имели свои родовые поместья. И поэтому это очень интересно, как авантюрный роман. А поехать посмотреть, прикоснуться, и опять же, как правило, везде есть хорошие ресторанчики, где хотя бы чашечку кофе выпить в красивом парке. Очень приятно. То есть сейчас уже все открыто? Открыто еще не все, но есть такой сайт нашей ассоциации поместья и дворцов, пилос.лв. Он очень актуально все пишет, и там уже написано, какие уже открыты и готовы принимать гостей. И они вот буквально, кто-то открылся на прошлой неделе, кто-то на этой, кто-то на следующей. И они тоже очень стараются привлечь нас, потому что им тоже надо жить. Вот как очень много ценной информации мы получили сегодня. И очень советую в хорошую погоду, в пору цветения парков, опять же, туда поехать. Давай посоветуем что-то, вот сейчас начинается у нас июнь, скоро буквально на днях, и приближается праздник, главный праздник года. Вот про главный праздник года вот не знаю, какие будут правила, как его можно будет встречать. Ну, поехать-то куда-то можно? Пока вот с семьей, узким кругом. Ну, на самом деле, у нас такая красивая страна и такая красивая с точки зрения этого праздника природа, что можно поехать в любое место. Кому-то нравится на берегу моря разжечь костёр, кому-то нравится... Или просто забронировать какой-то домик. Домик забронировать. Опять же, очень много красивых сельских усадеб, гостевых домов, которые предлагают. Прямо конкретных называть не буду. Или на расстоянии двух метров посидеть у костра. Да. Ну, наверное. Ну, вот сегодня, например, опубликованы правила насчёт детских лагерей, которые разрешено с 1 июня делать. Не более двух деток могут проживать в одной палатке, в одной комнате. То есть, будут, наверное, какие-то праздники и про праздник Лигу. Правила какие-то будут. Мы подождём, конечно, правила. Очень много непонятного всё равно, да. Что-то можно, что-то нельзя. И как это всё... Не всё у нас сочетается. То есть, два человека в палатке, а всего сколько детей в лагере может быть? Вот тут пока непонятно на самом деле. Надо будет подробнее узнать. Лен, а вот такой ещё у нас праздник приближается. Мой любимый. 32 мая. Совершенно чётко связан с Латвией, с корнями барона Фридриха фон Иеронима Карла Мюнхгауза. Вот как раз его музей в Дунте объявил, что он открыт. Открыт. И можно туда ехать. 32 мая – это уже вторник, да, получается? Нет. Тор. Это понедельник. Понедельник, понедельник. 31 воскресенье, 32 вторник. Можно начать уже 31 праздновать. Воскресенье, хорошая погода. Лишних дней у нас не бывает. Мы рады любому лишнему дню. Да, и абсолютно замечательное место. Опять же, с большой просторной территории. Там сделан очень забавный парк с всякими скульптурными, аттракционными, с тропами. И можно там разойтись любому количеству людей и получить удовольствие деткам и взрослым. Ну и музей там тоже очень интересный. Музей очень интересный и трактир хороший. То есть, во всех отношениях замечательное место, и как раз уместно его вспомнить об Вороне Мюнхгаузене. Да, да, да. И поздравить Ворона с праздником. Это вообще очень интересная история, когда, ну, на самом деле, реальный прототип, он жил вот на территории нынешней Латвии, самый правдивый человек на свете. Иероним Карл Фридрих фон Мюнхгаузен родился в немецком городе Боденвердене в 1720 году. И в этом году у нас юбилей. У него юбилей, не у нас, конечно, да. Вот посмотрите, 1720 год. Это год его рождения. А потом он попадает на службу в русскую армию и попадает, соответственно, вот сюда, на территорию Латвии. Вместе с принцем Ульрихом Брауншвейнским, у которого он служил, он служит в русском гарнизоне, в Риге. И в Риге встречает свою единственную любовь. И кабину фон Дунтен. Она была красавица, уроженка Риги. А отец ее был рижским судьей. И вот они, эта пара, в дальнейшем, когда он вышел в отставку, там очень сложные исторические такие моменты заиграли с заговорами и так далее. Если почитаете, это интересно. Вот после свадьбы они поселились, кстати, в доме на Паласта 9, в Старой Риге. Сейчас это, ну как это считается, бывшая резиденция Петра I, где он ни разу не был, но для него... Но название, тем не менее, есть. Вот в этом доме жил первое время после свадьбы барон Мюнхгаузен, тот самый, вместе с женой и кабиной. Потом они уже переехали в Дунт, в свое поместье. Так что мы вам советуем эту дату не пропустить. Не обязательно 32 мая ехать туда, но можно на этой неделе, на следующей неделе. И погода начинается хорошая, там есть чем заняться. Вот такой вам полезный совет. Что-то мы еще упустили, Лен, может быть, из путешествий? Ну, если говорить про Латвию, то еще у нас достаточно интересно и много красивых пешеходных троп проложено и по болотам, как ни странно. Идти в болото в данном случае интересно и правильно, и по лесам, и со смотровыми вышками. И они, опять же, уже все открыты. Они были закрыты в апреле, во время карантина. И фактически в любом регионе Латвии есть интересная тропа. И сейчас они хорошо оборудованы, с информационными стендами, где можно почитать. Сайт такой есть «Мама Даба», «Мама природа». И там вот они все отмечены, и очень удобный поиск. И, опять же, чуть ли не в любую точку Латвии можно приехать и найти интересную тропу для тех, кто хочет поближе к природе. Скажи, пожалуйста, во время вынужденной изоляции, когда мы были закрыты дома и очень редко куда-то выходили, что тебе помогало поддерживать настроение, не впасть в какое-то уныние? И ничего же не понятно было, что будет, страшно. Что помогало? Я открыла для себя такую интересную вещь, вещь как карантин-тревел. Это в инстаграме прямые стримы-экскурсии, которые проводили русскоязычные гиды со всего мира. Это было в реальном времени. Ты шел вместе с человеком, мог задавать ему вопросы, получать ответы. И огромное количество интереснейших городов, которых я увидела, которых я даже не видела ранее, или каких-то мест уже известных мне городах. Я пропутешествовала так прям много. Хорошая идея. Хорошая идея. Музей были для нас открыты онлайн. Конечно, гиды были разные, но хороших и интересных было больше. Да, как-то нас повернули в сторону онлайна, но зато можно было, кто хотел посмотреть, и по Эрмитажу пройтись, и по Лугру. Да, и в какой-то степени было плюсом, хотя это, безусловно, минус, что это глобальная была пандемия, и поэтому мир открылся, и открылся бесплатно во всём своё равнообразие. Открылся с другой стороны, с неожиданной стороны. Да, и смогли побывать там, где бы, может, в жизни бы не побывали. И посмотреть какие-то спектакли, предположим, которые бы вряд ли посмотрели живьём. Ну, немножко мы устаем уже от этого. Да, безусловно. Есть пресыщение, хочется живых эмоций, но это вот помогло. Помогло, помогло, безусловно, согласна. У нас осталось буквально несколько минут до окончания программы. Ещё успею спросить о книгах. Вот вы тоже на сайте и в журнале пишите о книгах, обзор. Вот тебе лично какие книги помогали? И где посмотреть списочек? Мы придумали в журнале несколько номеров назад, и эту тему продолжаем. Каждый журнал у нас есть книжный шкаф, где обзор книг об определённой стране. Это художественная литература, это не какие-то путеводители. Сначала была идея, что перед путешествием проникнуться, предположим, Италии или Франции, почитав книги с литературными художественными сюжетами, действия которых разворачиваются в той или иной стране. А сейчас они даже могут в какой-то степени и заменить нам эти путешествия. Потому что я уверена, что это в любом случае не стоп. Это пауза в нашем познании мира. Мы ещё поведем и полетим. Можно предвкушать. А предвкушение порой гораздо приятнее, чем само действие. Поэтому предвкушать, мечтать, строить планы. Вот заняться этим советую всем. А потом вы не заметите, как всё наладится, и всё будет хорошо. Вот чем начали программу, тем и заканчиваем. То есть тоже красные нити пропустили, потому что с нами Елена Лурия. А у неё главная фраза на всех её страничках. Это всё будет хорошо. Радуйтесь мелочам. Так что давайте сегодня, Лен, пожелай что-нибудь всем на сегодняшний день хорошее. Ой, на сегодня вообще прекрасный день, потому что хорошая погода, потому что пятница, потому что впереди выходные, потому что скоро начнётся лето. А летом всё легче, летом всё приятнее, и солнца много, и, значит, радости, и мы всё преодолеем, и всё будет хорошо. Если нас сейчас не упрекнут радиослушатели в том, что у нас эйфория какая-то, да всем так плохо, вот как вот эту грань удержать? Ну, конечно, трудно, конечно, но если концентрироваться и зацикливаться на сложностях, то вообще очень трудно выбраться из этого всего, и я думаю, что надо искать плюсы в любой ситуации. Очень важные вещи прозвучали. Безусловно, мы понимаем, что многим трудно, кто-то потерял работу, у кого-то там другие проблемы, и во всём мире эти проблемы, да, и ещё и опасные вещи происходят, какие-то, да, настораживающие. Но во всём надо искать какую-то положительную сторону, как сказала Лена Лурье, и мы согласны абсолютно, без этого нам не прорваться, а мы прорвёмся. У нас всё будет хорошо. Хорошего вам дня. Лена, большое спасибо за очень интересную, ценную и полезную информацию. Напоминаю, Елена Лурье с нами была на главный редактор журнала «360 градусов». Вы можете зайти на сайт e360.lv, прочитать очень много полезного, интересного, или на страничке Елены Лурье Лурье в сети Facebook, да, там тоже очень много всякой полезной информации. Спасибо, Лена, спасибо всем, кто был с нами этот час. Хорошего дня. Спасибо вам. Субтитры сделал DimaTorzok